Огурцы Герман. При наступлении весны хочется перекусить салатом из свежих огурцов. Для этого овощи следует посадить в теплице еще зимой. Если же хозяин готов подождать до лета, тогда высаживать культуру можно на грядку, как только сойдет снег. Большинство огородников ратуют за огурцы Герман. Общая информация о культуре. Если не хочется возиться с огурцами, самое время обратить внимание на гибрид, который появился совсем недавно. Важно! Огурцы выращивают уже более 6000 лет. Помимо культурных растений в Индии и Китае растут дикие огурцы. Именно там начали их выращивать на грядках в качестве огородной культуры. Оттуда в Россию попались семена новых для русских людей овощей. Они растут в средней полосе в виде травянистой лианы. В России растения известны уже более 6 веков. Огурцы Герман выращивать плод можно на огороде в любом месте. Этот овощ неприхотлив и всегда дает хороший урожай, если обильно его поливать. У огурца Герман сравнительно молодая история, ему меньше 100 лет. Первые плоды получили голландские фермеры получили. В России сорт включили в реестр только в 2001 году, но на сегодняшний день он уже завоевал признание у российских огородников. Характеристики и особенности сорта. На заметку, Герман Еф-1 огурец неприхотливый, поэтому его можно есть уже весной, если вовремя посадить его в теплице. Урожайность у сорта высокая. Можно собрать с 1 квадратного метра до 25 килограмм. Созревают плоды рано уже весной и ранним летом можно пробовать салат. Между появлением всходов и первыми плодами проходят 35-40 дней. Стебель овоща толстый, в длину может достигать 4-5 метров. Именно по этой причине предлагается подвязывать его, чтобы легче было собирать урожай. Если в каком-то месте растение перегнуть, оно не завянет и продолжает расти и плодоносить. Цветет растение по-женски, имеет ограниченный рост основного побега, так как является детерминатным. Листочки темно-зеленые, небольшие. Один узел может иметь до 6-7 завязей. Плод имеет форму цилиндра, в длину достигает до 10 сантиметров. Весит один огурец до 70-90 грамм. Цвет огурца темно-зеленый, на плоде можно заметить светлые полосы. Покрыт он восковым налетом, немного опушенный с белыми шипами. На вкус овощ сладковат, горечи никогда не бывает. Раскусывание сопровождается характерным хрустом. По шкале дегустаций с 5 баллов получил пятерку. Важно, при хранении огурец не становится желтым. Особенности посадки. Для начала нужно подготовить семена. Поэтому огородник должен приобрести хороший посадочный материал. Его можно заготовить с осени, оставив один или два огурца на семена. Как определить качественный материал? Нужно залить семена литром воды, положив туда 2 чайные ложки соли. Через 20 минут плохие всплывут, а хорошие осядут на дно. Именно вторые берутся для посадки, а первые можно выбросить. Важно, после такой проверки семена нужно промыть проточной водой. Посадочный материал легко может заболеть. Для предотвращения этого нужно семена заранее подготовить. Для этого их помещают в раствор марганцовки на 20 минут. Цвет воды должен быть светло-розовым. Промывать семена не нужно. Далее посадочный материал кладут на салфетку, смоченную водой, пропитанную раствором удобрений, которых нужна чайная ложка на литр воды. Спустя сутки семена перемещают в холодильник. Там они лежат до тех пор, пока не начнут прорастать. Теперь посадочный материал готов к высадке в грунт. Настал черед подготовить почву. Место высадки должно соответствовать следующим критериям. Почва должна иметь низкий уровень кислотности, не более 6,2-6,8. Сажать нужно на то место, где в прошлом году росли помидоры, горох, фасоль, картошка, капуста. Если же посадить туда, где были кабачки, тыквы или огурцы, то не избежать появления вредителей. Снова сажать в то же место можно только через 5 лет. Растет сорт хорошо в плотении, так как подсолнечными лучами листья получают ожоги. Подготавливать почву нужно уже осенью. Посадка огурцов на рассаду все, что осталось от растений, нужно убрать, а лучше сжечь, чтобы избежать распространения инфекций. Землю нужно вскопать, углубляясь на 30 см, потом добавляется перегной 15 кг на 1 квадратный метр. Следующие 3 года вносится только минеральная подкормка. Грядки нужно обработать медным купоросом из расчета 1 стакан. Лист на ведро воды поливать 1 литр на 1 квадратный метр. На грунт вылить в каждую грядку по стакану муки из доломитой золы, еще добавляют 2 стакана. Лист суперфосфата. Осталось еще раз перекопать землю на 15 см в глубину. На заметку, с приходом весны нужно продолжить подготавливать почву. Для этого за 10 дней до высадки огурцов нужно перекопать грунт на штык лопаты, добавить на 1 квадратный метр ведро торфа, навоза, древесных опилок, стакан золы. Теперь грядки разровнять и полить водой, температура которой примерно 60 градусов. Брать нужно 5 литров на 1 квадратный метр. Вместо этого можно взять раствор гумата натрия 1 стакан л. На 10 литров воды. Еще можно взять марганцовку. Потребуется 1 грамм. На 10 литров на 1 квадратный метр используется только 3 литра. Участок готов. Его нужно накрыть пленкой. За день до высадки семян ее снимают. Важно, если высадка будет производиться в теплицу, тогда ее тоже нужно заранее подготовить. Огурцам нравится рыхлая плодородная земля, хорошо удерживающая воздух, воду и тепло. Почва должна быть нейтральной по кислотности примерно 6-7 по шкале. Расти культура может как в грядке, так и на ровной земле. Если используются грядки, тогда их ширина должна быть 1 метр, а высота до 25 сантиметров. На заметку, почва удобряется осенью. Для этого снимается верхний слой грунта на 40 сантиметров, потом туда кладется перепревший навоз, солома. Перегной должен составлять 20 сантиметров в высоту. Теперь осталось обратно засыпать грунт и оставить его ждать высадки семян. Сажают огурцы в теплицу, как сойдет снег. В грунт лучше сажать в мае, когда температура достигает 15-17 градусов днем и не падает ниже 8 градусов с ночью. При посадке сразу в землю нужно действовать следующим образом. Подготовить лунки в глубину 2 сантиметра, друг от друга на 20 сантиметров, между рядами должно быть полметра. В каждую ямку сыплют по 15 грамм мачевины, что хорошо сказывается на массе растения и льют пол-литра воды. В лунки бросить 2-3 семечка и засыпать землей. На заметку, при высадке готовых саженцев можно сразу убрать слабые растения, оставив только сильные. Действия при высадке следующие. Семена сажаются в стаканчики из бумаги или торфа. Наполнить их нужно частью опилок, двумя частями перегноя и добавить столько же торфа. Пикировать рассаду не нужно, так как огурцы плохо переносят пересадку. В каждый стаканчик помещается на глубину 2 сантиметра одно семечко. Прежде чем высадить саженцы, стаканчики должны стоять в теплом помещении с температурой до 25-27 градусов. Следует сделать так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, но и в тень ставить не нужно. Далее температура должна быть ниже 20-23 градусов, а ночью 18 градусов. Если день пасмурный, тогда включается на 12 часов искусственное освещение. В стаканчике всегда должна быть влага, поэтому до появления первого ростка на него нужно надеть пленку. Если почва подсохла, рассаду нужно полить из пульверизатора. Температура воды комнатная, холодная вода погубит рассаду. За 10 дней до высадки растение нужно закалить. Для этого саженцы выносят на улицу на 2-3 часа. Каждый день период прогулки увеличивают на 1-2 часа. Когда рассаде исполняется 3 недели, ее можно поместить в грунт. У растения уже должно быть до 5 листочков. Янки следует выкапывать на расстоянии одна, а другой на 30 сантиметров. Между рядочками нужно оставить полметра. Преимущества и недостатки сорта Выращивание сорта начинается с того, как начали замачивать семена в воде. Как это делается? Нужно использовать влажную салфетку. Какой будет урожай в результате? Хороший, так как все слабые саженцы выбрасываются, плохие семена даже не сажают. На заметку, есть такие сорта, как корнишон и Маша. Описание их схоже с сортом Герман. Лучше всего огуречный куст растет возле специальной огородной сетки, которой привязывают стебель. В открытый грунт посадить растение можно только после того, как оно закалилось. При этом открыть теплицу следует лишь тогда, когда температура воздуха поднялась до 17 градусов, а ночью не должно быть ниже 8 градусов. В открытый грунт посадить растение можно только после того, как оно закалилось. Посадить семена проще, но посадка саженцев лучше. Все зависит от разновидности сорта. Если сажать Герман, то лучший темп просто показывают именно готовые саженцы. Для того, чтобы улучшить рост, ухаживать нужно на этапе формирования растения. Важно создание благоприятной среды, где огурцы будут расти. Время от времени грунт требуется рыхлить, убирать сорняки. Делать такую процедуру нужно только между рядами, возле каждого кустика лучше таких действий избегать. Важно! Корни огурцов расположены в верхней части грунта, поэтому при рыхлении их можно повредить. Поливать следует регулярно, лучше каждый день. Вода не должна быть холодной, температура в пределах 15-20 градусов. Если погода стоит очень жарко, тогда нужно водой из шланга опрыскать листья. Так как когда они начнут вянуть, резко уменьшится урожайность. Полив из шланга увлажняет не только почву, но и воздух, а также уменьшает плохое влияние высокой температуры на плоды. Еще мытье листьев очищает их от пыли, увеличивая плодовитость. Плюсы сорта Герман Устойчивость ко многим болезням Кусты выращиваются в теплице, парнике, на открытой земле растение неприхотливо. Выращивание проходит легко, урожайность высокая, появляется спустя месяц, ранним летом, на вкус огурец приятный, урожай есть всегда. Не бывает пустоцветов, для ухода не нужно делать сложные манипуляции, отлично подходит для новичков. В деле огородничества после сбора плоды нежелтей, хранятся долго, гибрид является самопылемым, для них пчелы и другие насекомые не нужны, товарный показатель. На высоте всегда можно заработать деньги, продав овощи на рынке, урожайность высокая, даже тогда, когда нет особенно качественного ухода. Не нужно бояться, что плоды пожелтеют на кусте, другими словами переспеют, хорошо растет в умеренном и южном регионе России. Используются овощи для приготовления салатов, еще их можно солить и консервировать. Что касается недостатков, то они тоже есть, хотя их немного, для рассады растение слабое, плохо переносит пересадку. Трудно приживается саженец на новом месте, если в мае, когда сажают огурцы, вдруг ударят заморозки, растение может погибнуть, так как плохо переносит колебания температур. Землю требуется сначала прогревать, подсыпая опилки, чтобы уменьшить вероятность гибели ростков. Сорт Герман отличается рядом преимуществ, которых в разы больше, чем недостатков. Куст неприхотлив, но боится холода, поэтому лучше высаживать весной в парнике или теплице, чтобы уже в мае хрустеть огурчиками. Что касается подготовки семян и почвы к высадке, то действия должны быть согласованными. Перед тем, как высадить саженец в грунт, нужно проверить его на стойкость, для этого растения заранее следует закалить на открытом воздухе. Только так можно будет добиться появления здорового куста. Каждый огородник останется довольным, так как получит большой урожай, который сможет продать или заготовить на зиму.